Дмитрий Алексеевич Бакшт. Анна Михайловна Лавренова. Атила Калантари. Михаил Комиссаров, звезда царской жандармерии. В научной монографии коллектива авторов из России и Венгрии впервые сведены воедино факты биографии одного из самых ярких деятелей русского политического сыска начала XX века Михаила Степановича Комиссарова. Следуя этапам его биографии, освещаются вопросы деятельности секретного отделения Департамента полиции МВД, которое изначально создавалось для разведывательной деятельности в период русско-японской войны, но закрытого под давлением Государственной Думы из-за печатания погромных листовок. Авторами прослеживается служба Комиссарова в столичном охранном отделении Сибири, на Урале и в Поволжье, а также личным телохранителем Григория Распутина. Благодаря выявленным архивным и впервые публикуемым документам также освещается его судьба в эмиграции, где бывший жандармский офицер ввел деятельность в пользу советов. Монография адресована специалистам по истории российского политического сыска, студентам исторических факультетов вузов, а также всем интересующимся отечественной историей лицам. Введение. Предлагаемое вниманию читателя, настоящая монография является попыткой научного изучения истории системы политического розыска посредством предметного исследования биографии одного из интересных и ярких ее представителей, генерал-майора Михаила Степановича Комиссарова, годы жизни с 1870 по 1933. Несмотря на заглавие, все же стоит оговориться, что данная монография не преследует цель оправдания или приукрашивания деятельности Комиссарова. Легендарность прежде всего связана с обилием домыслов, откровенных мифов и легенд, которыми современники характеризовали его. Не стремясь создать апологетическое сочинение, авторский коллектив стремился выявить объективные факты, подтвержденные взаимно независимыми историческими источниками, на основании которых возможно сделать определенные аргументы и выводы. В этом смысле историческая биография как жанр научного исследования сопряжен с присущими ему особенностями, которые проявились и в настоящем труде. Пользуясь терминологией, предложенной Майклом Керрином, авторы стремились дистанцироваться от персонального фокуса, учитывая социально-политический контекст вокруг субъекта биографии, то, что Керрин обозначил как «контекстуальный фокус». Использование контекстуального подхода, по словам Джованни Леви, дает возможность сохранить равновесие между специфичностью каждой судьбы и совокупностью общественных условий. Выбрав в качестве героя исследования лицо, которое было зачастую только исполнителем, стоящим в тени более ярких исторических фигур и принимавшим порой ограниченные по самостоятельности и влиятельности решения. Считаем, что Комиссаров – одна из наиболее удачных фигур для понимания политических процессов, происходивших в России в начале XX века. Индивидуальный опыт Михаила Комиссарова включает в себя путь от провинциального гарнизонного офицера через всю лестницу обер и штаб офицерских должностей отдельного корпуса жандармов, далее АКЖ. Выполнение миссии главы специальной охраны Григория Распутина – руководство в условиях войны одним из крупных городов империи в застенком Петропавловской крепости, после которых он оказался в эмигрантской среде. Поэтому его профессиональная биография и личная жизнь рассматриваются нами как связующая нить политика социальных событий I-III XX века, которые являются, собственно, объектом настоящего исследования. Следовательно, предмет исследования – профессиональная и личная биография Михаила Комиссарова. Необходимость тщательного сбора сведений о различных сегментах биографии, критике полученных результатов и их постоянного взаимного сопоставления заставляла обращаться к различным историческим источникам. Наиболее часто использующимся документом по тексту настоящего исследования является протокол допроса Михаила Комиссарова членами, созданный Временным правительством Чрезвычайной следственной комиссии от 4 мая 1917 года. Нельзя сказать, что этот текст отличается искренностью. Как будет показано далее, многое, что было сказано Комиссаровым в тот день, опровергалось иными документами и свидетельствами. Вместе с тем, это единственное последовательное изложение собственной биографии, которое имеется в нашем распоряжении. Его сенсационные интервью американским репортерам, сделанные в 1924 году, были плодом вымыслов в целях дискредитации старого режима, а потому малоинформативны и фактически бесполезны. Рукопись, которую в середине 1930-х годов вдова Михаила Комиссарова под видом его мемуаров пыталась продать в различные издательства и советскому правительству, была расценена специалистами Главного архивного управления при Совете министров СССР. Далее Главархив СССР, как апокриф, не принято на постоянное хранение и, как следствие, нами не была использована. Из неопубликованных источников нами использованы прежде всего документы, находящиеся на постоянном хранении в Государственном архиве Российской Федерации, далее ГРФ. Документы фонда Департамента полиции и Министерства внутренних дел были задействованы для установления фактов, связанных с деятельностью Комиссарова по политическому розыску и финансированию проводимых им либо учреждениями, в которых он служил, разыскных мероприятий. Фонд штаба АКЖ, органы управления корпусом, содержит в себе документы, связанные с кадровым делопроизводством и необходимые для уточнения фактов, связанных с переводом в АКЖ, прохождением службы и увольнением. Отдельные единицы хранения различных фондов ГРФ были задействованы в исследовании применительно к конкретным периодам жизни. Так, в документах фонда Варшавского губернского жандармского управления содержится сведения о формальном назначении Михаила Комиссарова начальником данного управления при осуществлении им охраны Григория Распутина в 1915 году. В фонде уголовного отделения 1-го департамента Министерства юстиции сохранилось личное дело Комиссарова, которое ведомство завело после февральской революции в 1917 году при попытке выдвинуть обвинения в преступлениях, совершенных до свержения старого режима. Из этих документов стало возможным выявить сведения о состоянии его здоровья во время пребывания под арестом в Петропавловской крепости и проявить стратегию построения против него обвинений. Один документ из фонда Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов содержит сведения о том, что уже в декабре 1917 года вокруг Комиссарова стали возникать слухи о его сотрудничестве с советскими органами. Также одну единицу хранения из фонда главархива СССР составляют материалы переписки между названным органом и внешнеполитическим ведомством, которая была возбуждена по поводу попытки вдовы Комиссарова продать его мемуары. Венгерский национальный архив и архив военной истории раскрывают сведения о деятельности Михаила Комиссарова в юго. Восточной Европе в 1920-1922 годы на основе переписки органов государственной власти Венгрии. Также отдельные сведения по этому периоду подчеркнуты из документов фонда миссии в Белграде архива внешнеполитики Российской империи. В Российском государственном историческом архиве, далее, РГЭ, в фонде Сергея Юрьевича Витта, содержится машинописная копия письма министра внутренних дел Петра Николаевича Дурново. Из источника видно, что МВД старалась отвести от Комиссарова, как главы так называемого секретного отделения, последствия печати им в стенах ведомства, погромных листовок. Текст данного документа приводится нами в приложении 1. Кроме того, в фонде Департамента Герольдии и правительствующего Сената нами выявлено дело о приобретении комиссаровыми потомственного дворянства в первой половине XIX века. Сведения о служебной деятельности в период пребывания в артиллерийском полку до перевода в жандармерию содержатся в статейном списке, находящемся на хранении в Российском государственном военно-историческом архиве. Документы Енисейского губернского управления, Енисейского губернского жандармского управления и Енисейского розыскного пункта. Находящиеся на хранении в Государственном архиве Красноярского края освещают сибирский период биографии Михаила Комиссарова 1909-1910 годы. Его деятельность по политическому розыску после своеобразной ссылки из столицы и встречи с осужденным директором Департамента полиции Алексеем Александровичем Лопухиным, сделавшим немало для раскрытия секретного отделения. Выявлены и материалы в архиве Дома русского зарубежья Солженицына. Это неопубликованные мемуары Брянского 1920-е годы и Хвостова, написанные в 1920-е и в 1930-м году соответственно. В них авторы упоминают о Комиссарове, как о начальнике охраны Григория Распутина. Правовые акты, как вид источников, были использованы для выявления оснований деятельности Комиссарова, прохождения им службы. Также нормативные правовые акты советского периода используются для характеристики правового положения бывших чинов АКЖ после Октябрьской революции. В этой связи правовые акты, как вид источников, не являются основными для данного исследования. Для уточнения биографических сведений и кадровых решений был использован список общего состава чинов отдельного корпуса жандармов, периодически издаваемый штабом АКЖ вплоть до конца 1916 года. Информативными являются опубликованные протоколы допросов, учрежденные Временным Правительством Чрезвычайной Следственной Комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих должностных лиц, как гражданского, так и военного и морского ведомств, далее ЧСК, под общим заголовком «Падение царского режима» 1924-1927 годы. В особенности показания Степана Петровича Белецкого, который с 1910 года находился в тесных отношениях служебных и личных отношениях с Михаилом Комиссаровым. В целом, протоколы допросов использовались нами во взаимосвязи с другими категориями источников, а также при их взаимном соотнесении. В процессе изучения обстоятельств скандала, связанного с раскрытием печати погромных листовок в 1906 году. Были использованы опубликованные стенограммы заседаний Государственной Думы, выдержки из которых также приводятся в приложении к настоящему исследованию. Обширной категорией источников являются опубликованные эго-документы, мемуары, автобиографии и воспоминания, которые использовались по-разному. Часть из них носила вспомогательный характер, поскольку характеризовала только контекст либо иных лиц, имевших значение в исследуемой биографии. Другая часть названной категории источников содержала сведения о Михаиле Комиссарове разной степени полноты или хронологического охвата. Так, Комиссаров предстает только как офицер, печатавший в 1906 году погромные прокламации и проводивший осмотр в доме Витта при обнаружении взрывчатки. Как обезвредивший бомбу в здании главного тюремного управления, либо как охранник Распутина. Пермский период 1910-1912 годы биографии Комиссарова отложился в мемуарах Крафца под псевдонимом Ника. Несмотря на явную и нескрываемую враждебность автора источника на почве личностных отношений, в них просматриваются факты, подтвержденные иными источниками. Использование Комиссаровым проверенных осведомителей, прибывших из Енисейской губернии, а также самостоятельное руководство агентурной деятельностью. Периодически Михаил Комиссаров появляется на страницах воспоминаний как бывших государственных чиновников, так и общественно-политических деятелей. Периодические издания представлены более чем 20 наименованиями. Однако следует отметить анонимную заметку относительно биографии Михаила Комиссарова по поводу его смерти в Чикаго в 1933 году, опубликованную в парижской русскоязычной газете «Возрождение». Несмотря на то, что автор, пожелавший остаться неизвестным, писал текст явно без опоры на какие-либо документы, путая даты, чины и должности, но все же освещая основные этапы биографии Комиссарова. При этом обвиняя его в сотрудничестве с большевиками во время гражданской войны на Кавказе в 1918-1920 годах. К сожалению, за неимением источников указанный период нами не был освящен, а потому данное сообщение является неподтвержденным и в своем роде единственной зацепкой по раскрытию сведений, о данной части биографии Комиссарова. В целом можно заключить, что корпус источников в отношении биографии Комиссарова крайне ограничен, в связи с чем приходилось обращаться к косвенным данным либо выстраивать версии событий, о чем в тексте напрямую оговаривается. В связи с этим авторский коллектив не претендует на исчерпывающий характер исследования, определенные лакуны и вопросы оставляют возможности для дальнейших поисков и проработки. Следует отметить, что для удобства цитирования документов даты, указанные в главах 1-4, приведены по юлианскому календарю, а в главе 5 по грегорианскому календарю. Также при цитировании источников используется современная орфография и пунктуация, а в квадратных скобках указаны авторские примечания. Каждый автор внес свой неоценимый вклад, без которого настоящее исследование не было бы цельным и полным. Так, ведущую роль в сборе и обработке материала по периоду службы Комиссарова в секретном отделении Департамента полиции и столичном. Охранном отделении 1904-1909 годы принадлежит Анне Михайловне Лавреновой ГРФ, город Москва. Также ей практически полностью написан параграф, посвященный ростовскому периоду, 1916 год. Труд по освещению деятельности Комиссарова в Венгрии и на Балканах любезно взял на себя доктор Атила Калантари, Капошварский университет, город Капошвар, Венгрия, написавший соответствующий фрагмент текста настоящего исследования. Иные части труда, а также его общая редакция, была осуществлена Дмитрием Алексеевичем Бакштом, Сибирский юридический институт МВД России. Город Красноярск, которым и был инициирован данный проект на основе разрозненных материалов, собираемых с 2011 года. Авторский коллектив благодарит всех, кто, читая различные варианты рукописи, высказывал свои суждения и давал советы. Отдельно хотелось бы поблагодарить доктора Атилу Шереша, который, будучи в 2015 году, атташе посольства Венгрии в России и руководителем архивного института Венгрии в Москве, поспособствовал участию в проекте доктора Калантари. Кроме того, авторы благодарят свои семьи, которые морально поддерживали их и мирились с тем, что часть времени была направлена на работу над настоящим исследованием. Глава первая. Ранние годы и службы в армии. Он бесповоротно уверен, что из всех военных училищ России, а может быть и всего мира, Александровское училище самое превосходное. И это убеждение, кажется ему, разделяет с ним и вся Москва. Москва, которая так пристрастна и ревниво любит все свое в пику чиновному и холодному Петербургу. Своих лихачей, протодиаконов, певцов, актеров, кулачных бойцов, купцов, профессоров, певчих, поваров, архиереев и, конечно, своих стройных, молодых, всегда прекрасно одетых, вежливых юнкеров со знаменки с их чудесным несравненным оркестром. Куприн, Юнкера, 1928 год. Происхождение и ранние годы. В центре внимания исследования находится биография конкретного человека, непосредственного участника исторических процессов I-III XX века, поэтому закономерно рассмотреть вопрос о его происхождении. Михаил Степанович Комиссаров родился 6 сентября 1870 года в семье ярославских дворян. В официальных документах написание этой фамилии разнится. В дореволюционный период слово «комиссар» допускалось как «комиссар» в качестве заимствования с французского «комиссер», поэтому фамилия в дореволюционных документах указывается как «комиссаров». После революции и в документах, и в публицистике фамилия бывшего жандармского офицера писалась как «комиссаров». Для удобства и в целях единообразия изложения результатов исследования далее по тексту используется вариант написания комиссаров. В Российской империи сословная принадлежность лица являлась одной из важных характеристик. Во всех документах, связанных с кадровым делопроизводством, Михаил Комиссаров указан в качестве потомственного дворянина, однако история дворянской фамилии Комиссаровых не была древней. Дед Михаила Комиссарова Елизар Анфинагентов Комиссаров происходил из мещан за штатного городка Петровско-Ростовского уезда Ярославской губернии. В настоящее время поселок городского типа Петровско-Ростовского района Ярославской области. Российская Федерация. Елизар Комиссаров в апреле 1807 года поступил рекрутом на службу в Керповский мушкетерский полк. В это время в Европе так называемые наполеоновские войны были в самом разгаре. Хотя в войне четвертой коалиции рядовой из Ярославской губернии не поучаствовал, в марте 1807 года он был произведен воинский чин унтер-офицера. Находясь на передовой линии боев русско-шведской войны в составе грибной флотилии для прикрытия свеоборских укреплений и участвуя в занятии Аланских островов силами корпуса под командованием князя Петра Багратиона. В дальнейшем Елизар Комиссаров участвовал в Отечественной войне 1812 года и заграничном походе русской армии. Был участником битвы народов близ саксонского города Лейпцига 1813 год, форсирование реки Рейн и вхождение русских войск в Париж 1814 год. В чине Фельдфебеля в августе 1814 года Елизар Комиссаров в составе своего полка вернулся в Россию, где был расквартирован в Ярославле. Этот город в первой половине 19 века уже не имел какого-либо существенного военного значения, кроме удобства квартирования войск в мирное время и то не во всех уездах. В 1826 году Комиссарова перевели во внутренний гарнизонный батальон, где помимо собственной гарнизонной службы. На него возлагались поручения по сопровождению партии новобранцев в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Старую Русу, Екатеринославль, Бессарабию, Динобург. Согласно указу об отставке от 29 июля 1835 года номер 1677 46-летний прапорщик Елизар Комиссаров уволен с производством на один воинский чин выше под поручиком. Таким образом, Комиссаров был произведен в первый обер офицерский чин, чин для младшего офицерства, который со времен Петра I вплоть до 1845 года давал право на приобретение потомственного дворянства. Елизар Комиссаров, умерший вскоре после своей отставки, не успел воспользоваться этим правом, однако его вдова Авдотья Ивановна Комиссарова, у которой на воспитании осталось четверо детей. В 1838 году подала прошение в Ярославское дворянское депутатское собрание о причислении покойного мужа и всех его детей к дворянскому сословию. Государственным органом, который выносил решение о приобретении дворянства, являлся располагавшийся в столице Сенат. За время переписки между Ярославлем и Санкт-Петербургом были изменены правила перехода в привилегированное сословие из-за роста численности вооруженных сил и чиновников гражданской службы во второй четверти XIX века. В 1845 году император Николай I своим манифестом о порядке приобретения дворянства службую изменил условия перехода в привилегированное сословие, не лишая прав тех лиц, кто все же успел воспользоваться действовавшей ранее правовой нормой. Дело Комиссаровых было зарегистрировано в канцелярии Сената 30 апреля 1846 года и заслушано 12 ноября 1846 года. В результате прошения вдовы Комиссаровой было полностью удовлетворено покойный подпоручик Елизар Комиссаров, а также четверо его детей были произведены в дворянское достоинство с выдачей дворянской грамоты старшему сыновей. Род Комиссаровых был внесен во вторую часть дворянской родословной книги. Во вторую часть родословных книг помещались фамилии, чье дворянское достоинство было получено по службе. Помимо перехода в иное сословие и освобождения от повинностей, производство в дворянское звание не влекло за собой наделение новоиспеченных дворян какой-либо собственностью. Поэтому к моменту совершеннолетия Михаила Комиссарова у него не было никакого недвижимого имущества, что делало государственную службу чуть ли не единственной надеждой на улучшение материального положения и повышение социального статуса. При этом военное образование и дальнейшая офицерская служба были наиболее предпочтительными и престижными. О ранних годах жизни Михаила Комиссарова известно крайне мало. До своего совершеннолетия он последовательно получал военное образование. В 1889 году окончил кадетский корпус в Полоцке-Витебской губернии, Современная Республика Беларусь, и в 1891 году Александровское военное училище в Москве. Полоцкий кадетский корпус был государственным учреждением, дававшим своим воспитанникам начальное военное образование, и располагался в зданиях бывших монастырем и Академии католического монашеского ордена иезуитов. Пребывание Комиссарова в кадетском корпусе, как ни странно, значительно повлияло в дальнейшем на ход его службы в отдельном корпусе жандармов. Так как в эти же годы еще несколько будущих значительных фигур русского политического сыска находились на воспитании в стенах бывшей иезуитской академии. Вместе с Комиссаровым на одном курсе учился Евгений Константинович Климович, в дальнейшем директор Департамента полиции Министерства внутренних дел, далее ДП, МВД. Сенатор, а во время Гражданской войны глава военной контрразведки Белого Юга при бароне Петре Николаевича Врангеля. Как будет показано далее, их судьбы как деятелей российского политического сыска начала XX века были тесно переплетены. Однако на допросах следователей Временного правительства России уже после падения монархии в 1917 году Климович избегал рассказывать о тех годах, характере и обстоятельствах знакомства с Комиссаровым. Другими однокашниками Комиссарова по кадетскому корпусу были также Константин Иванович Глобачев и Михаил Фридрихович фон Котен. Глобачев был немногим старше Комиссарова. Он родился 24 апреля 1870 года, фон Котен незначительно младше, родился 29 сентября 1870 года. Выявлено, что кроме Климовича, Глобачева и Котена примерно в этот же период проходили обучения будущие офицеры жандармского корпуса. Приведены выявленные палачане, сверстники Комиссарова, которые служили в АКЖ и потенциально могли быть знакомы с ним. Выпускники Полоцкого кадетского корпуса 1865-1874 годов рождения, переведенные в АКЖ. Фамилия, имя, отчество, год рождения, год перевода в АКЖ. Тропицын Василий Михайлович 1865-1899 годов, Покрошинский Иван Телесфорович 1867-1895 годов, Волков Михаил Николаевич 1868-1900 годов, Дубичинский Кузьма Кузьмич 1868-1899 годов, Кривошей Александр Георгиевич 1869-1902 годов, Глобачев Константин Иванович 1870-1903 годов, Комиссаров Михаил Степанович 1870-1904 годов, Фон Котен Михаил Фридрихович 1870-1903 годов, Терехов Николай Михайлович 1870-1907 годов, Гибер фон Грейфельфельс Александр Александрович 1873-1907 годов, Григорьев Сергей Васильевич 1873-1902 годов, Потоцкий Всеволод Евгеньевич 1874-1903 годов, Григорьев Сергей Васильевич АКЖ показывает некоторые взаимосвязи указанных лиц. Например, Иван Покрошинский, служивший в Вильно адъютантом губернского жандармского управления, далее ГЖУ под начальством полковника Митрофана Яковлевича Клыкова. В 1908 году переведен в столицу с прикомандированием к Санкт-Петербургскому ГЖУ, куда ранее был назначен начальником все тот же Клыков. Менее чем через год аналогичное прикомандирование получил Михаил Волков, учившийся с Покрошинским в кадетском корпусе в одно время. Также, как видно, плачане переводились в АКЖ примерно в одно время, что может свидетельствовать в пользу гипотезы о поддержании ими связей, заведенных в кадетском корпусе. По свидетельству жандармского мемуариста Александра Павловича Мартынова, половчане, сами выпускники кадетского корпуса себя называли плачане, в АКЖ представляли довольно сплоченную группу. Например, Евгений Климович при назначении городоначальником Москвы в августе 1907 года поспособствовал назначению на занимаемую им ранее должность начальника московской охранки своего однокашника Михаила Фонкотина. После окончания кадетского корпуса карьере армейского офицера предшествовало обучение в военном училище в качестве юнкера. В 1889 году Михаил Комиссаров по результатам испытаний поступил в Третье, Александровское военное училище, с 1891 года переименованное в Александровское военное училище. Заведение находилось в Москве и подробно описано в художественной литературе писателем Александром Куприным, его выпускником 1889 года. Система подготовки офицерских кадров всех родов войск была преобразована в период реформ Александра II и с рядом изменений функционировала до революционных событий 1917 года. Именным указом от 20 июля 1867 года положение о военных училищах. Первым, Павловском, Втором, Константиновском, Третьем, Александровском, Четвертом в городе Оренбурге, Николаевском, Кавалерийском. Михайловском, Артиллерийском и Николаевском, Инженерном на базе специализированных классов кадетских корпусов были учреждены двухлетние военные училища. Александровское военное училище было достаточно престижным. Начиная с императора Александра Тисая и второго шефами училища последовательно были правившие российские монархи. А среди лекторов заведения были известны ученые Московского университета. Например, историк Василий Осипович Ключевский, юрист Александр Иванович Чупров и другие. Александровцы всегда принимали участие в коронациях, открытиях памятников, высочайших смотрах и военных маневрах в Ходынском лагере в Москве. Изначально военно-учебное заведение имело целью подготовку офицеров пехоты, но в 1880-х, 1890-х годах училище стало дополнительно готовить кадры для артиллерии и казачьих войск. Образовательная программа Александровского военного училища подверглась существенному пересмотру в 1883 году и на период пребывания в нем Михаила Комиссарова имело структуру, представленную ниже. Учебная программа Александровского военного училища. Наименование учебного предмета. 1. Специально военные предметы. Тактика. Военная история. Артиллерия с артиллерийским черчением. Фортификация с фортификационным черчением. Военная топография с топографическим черчением. Военная администрация. Военное законоведение. 2. Общеобразовательные предметы. Закон Божий. Механика. Химия и электротехника. Практические занятия по русскому языку. Практические занятия по французскому языку. Практические занятия по немецкому языку. После окончания полного курса училища и сдачи выпускных экзаменов составлялись списки выпускников по трем разрядам. На начало 1890-х годов к первому разряду причислялись выпускники, получившие по итогам обучения средний балл по всем предметам не менее. Восьми. При этом средний балл по математике и специальным военным предметам должен был быть не менее шести. А в поведении и знании строевой службы, которые также имели отдельную оценку, не менее десяти для прикомандирования гвардейским частям нижний порог составлял 11 баллов. По второму разряду выпускались юнкера, которые получили на итоговом экзамене не менее семи баллов, а в поведении и знании строевой службы не менее девяти баллов. Остальные юнкера выпускались по третьему разряду, причем в отличие от первых двух категорий, размер их пособия на обмундирование составлял всего 50 рублей, тогда как первые две категории выпускников получали по 300 рублей. Главным итогом пребывания юнкера в военном училище было производство военный чин, которые в конце 19-го, начале 20-го века делились на четыре степени. Первая, низшая степень или нижние чины состояли из рядовых и унтер-офицеров. Чины второй степени были следующими. Прапорщик, чин упразднен в 1884 году, подпоручик, в кавалерии корнет-поручик, штабс-капитан, в кавалерии штабс-ротмистер-капитан, в кавалерии ротмистер. Такие воинские чины именовались оберофицерскими, соответственно, лица, которым были присвоены такие чины, оберофицерами. Следующая, третья степень военных чинов, штаб-офицерские чины, состояла только из подполковника и полковника и предваряла заключительную четвертую степень чинов, генеральские чины. Генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал от инфантерии, либо генерал от артиллерии, генерал от кавалерии, инженер-генерал, в зависимости от рода войск генерал-фильдмаршал. Юнкер, окончивший военное училище по первому разряду, выпускался под поручиком со старшинством одного года в чине, то есть имели преимущество в очереди при производстве в следующий чин по выслуге положенного срока по второму разряду под поручиками. Те же юнкера, которые окончили училище по третьему разряду, направлялись на полгода в полки армейской пехоты и только по истечении этого срока производились в офицеры без экзамена. Михаил Комиссаров окончил Александровское военное училище по первому разряду в составе 28 выпуска 5 августа 1891 года, получив первый обер офицерское звание подпоручика. При этом, как следует из списка выпускников, за время обучения ему не был присвоен какой-либо чин из тех, которые присваивались юнкерам за отличие – фельдфебель. Портупей юнкер, поэтому нет оснований полагать, что в этот период юнкер Комиссаров обладал какими-либо качествами, выделяемыми среди таких же воспитанников училища. В тексте протокола допроса Михаила Комиссарова от 4 мая 1917 года им вскользь упомянут интересный факт об этом периоде его биографии. Комиссаров указывает, что в начале 1890-х годов познакомился с будущим министром внутренних дел Александром Дмитриевичем Протопоповым. Про Топопова я знал лет 25 или 26 тому назад, когда я только что вышел в офицеры. Известно, что Протопопов до 1890 года был слушателем Николаевской академии генерального штаба. Выяснить обстоятельства и характер их знакомства в начале 1890-х годов не представляется возможным, так как следователи ЧСК это указание не заинтересовало и не получило развитие в ходе допроса. Из послужного списка Комиссарова известно, что в сентябре 1891 года он прибыл в 1-й мартирный артиллерийский полк, место дислокации которого находилось в Динабурге, центре одноименного уезда Витебской губернии, современной Даугавпилс, республика Литва. В эти годы населенный пункт был узловым железнодорожным центром и крупнейшим по численности среди городов губернии, около 72 тысяч человек в 1888 году. При этом больше половины жителей Динабурга составляли евреи. В 1893 году город был переименован в Двинск. О службе Михаила Комиссарова в Динабурге, Двинске, известно также мало ввиду ограниченности источников об этом периоде его биографии. Из официальных документов следует, что через три года гарнизонной службы 1 декабря 1894 года Комиссаров был назначен делопоизводителем полкового суда, исполняющим обязанности, исправляющим должность полкового квартирмистра. Полковые суды, возникшие во время военных реформ императора Александра II, были военными судами первой инстанции. В мирное время такие суды рассматривали дела о правонарушениях, совершенных во время службы нижними чинами, а также гражданскими лицами, их соучастниками. В обязанности Комиссарова, как дело производителя полкового суда, входило оформление бумаг по дисциплинарным взысканиям и судебным слушаниям, проходившим в полку. По должности квартирмистра полка он занимался вопросами расквартирования личного состава, снабжения продовольствием и фуражом. Вместе с тем, выполняемые им функции не были экстраординарными. Как следует из статейного списка, документ, который использовался для кадрового учета, составленного во время службы в армии. Комиссаров особых поручений сверхпрямых обязанностей не имел, поэтому выполнение им обязанностей по двум должностям свидетельствует лишь о его способности к работе с документами. Сравнивая этапы службы Комиссарова в строевых частях армии со службы других его однокурсников-палачан, нужно отметить, что они имеют схожие черты с карьерным путем Евгения Климовича. Климович, окончив военное училище, недолго находясь в пехотном полку, перешел в саперный батальон. Заняв должность адъютанта, он получил опыт канцелярской штабной работы и уже в 1898 году переводится в отдельный корпус жандармов. Возможно, Михаил Комиссаров, задумав через несколько лет пребывания в полку-перевод в АКЖ, брал в пример карьеру Климовича, который к 1903 году возглавлял Бендинское уездное жандармское управление в Петроховской губернии, российская часть Польши. Вместе с тем нужно указать на важный отличительный фактор. Супруга Евгения Климовича, а Екатерина Петровна, урожденная Тючева, имела влиятельную в придворных кругах родственницу, статс дама Тючева, а у Комиссарова подобного преимущества не было. Михаил Комиссаров был женат на Евфросине Исаевне Щегловой, по-видимому, представительнице небогатой мещанской семьи. От брака с ней у него было два сына, Сергей, 1894 года рождения, и Вадим, 1896 года рождения. Отсутствие неформальных связей может объяснить то, что служебное продвижение Михаила Комиссарова шло медленнее, чем у Климовича. За десятилетия службы в провинциальном артиллерийском гарнизоне Комиссаров получил лишь положенный ему очередный орден Святого Станислава, Третьей степени, 1898 год и Обер. Офицерские чины, поручика, в 1894 году. Штаб с капитана, в 1898 году. Согласно действовавшему военному законодательству, Комиссаров мог быть произведен в чин капитана уже в 1902 году при условии наличия вакансии в очередности производства по общей линии для его вида артиллерии. Однако, вплоть до перехода в АКЖ, 1904 год, он оставался штаб с капитаном. Александр Спиридович писал, что молодого армейского офицера ждала монотонная тяжелая лямка с получением чина подполковника в лучшем случае. Ввиду медленного чина производства и малого жалования офицеры стремились уйти куда угодно, и после трех обязательных лет службы в строю все наиболее способные пытались поступить в одну из академий. Многие из тех, кому это не удавалось, подавали заявление о приеме в жандармы. Другой эпизод допросов Михаила Комиссарова во время следствия в 1917 году связан с тем фактом, что якобы, проходя службу в Двинске, в начале 1900-х годов Комиссаров принадлежал к революционной офицерской организации. Евгений Климович, не питавший в то время симпатии к Комиссарову, не смог подтвердить этот факт. Соколов, вам известно, что прежде чем явиться к вам, в 1903 году он принадлежал к военной революционной организации офицерской. По деятельности начальника Веленского охранного отделения, вам не приходилось это установить? Климович, нет. Наоборот, в эти годы Комиссаров принял решение подавать рапорт на перевод в АКЖ, в задачу которого входила борьба с революционным движением. Остается неясным, в связи с чем возник вопрос одного из членов Следственной комиссии, поскольку в бумагах, собранных на Комиссарова, его членство в каких-либо революционных организациях не зафиксировано. Борьба с революционным подпольем стала для Михаила Комиссарова профессиональной обязанностью после перевода в АКЖ в 1904 году. Скорее всего, такому решению способствовали успехи его однокашников по кадетскому корпусу. К этому времени Евгений Климович возглавлял Виленское охранное отделение. Константин Глобачев и Михаил фон Катен в 1903 году проходили офицерские курсы, по окончании которых они были переведены в корпус. Глобачев 23 сентября 1903 года, фон Катен 29 сентября 1903 года. Таким образом, складывается представление, что 27-летний комиссаров, имевший к тому времени двоих сыновей. В отсутствие перспектив динамичного карьерного роста, принял решение стать офицером политической полиции под влиянием обстоятельств, а не убеждений. Полное аудиоиздание, а также электронная и печатная версия книги по ссылкам в описании. Озвучено с помощью iBooks.ru